Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня мы говорим о том, как сберечь деньги в тяжелые времена. Поступает сейчас большое количество вопросов. Итак, поехали! Максим, приветствуем! Скажите, пожалуйста, первым делам, что ни в коем случае нельзя сейчас делать? Скупать доллары, снимать наличку в банках или что-то еще? Вообще, мне не нравится история, связанная с «не». То есть, чего «не» надо делать. Скорее всего, нужно говорить о том, что «нато» делать. Первое, что стоит сделать, это все-таки пересмотреть свои кредитные обязательства, потому что в условиях нестабильной экономики и таких серьезных ограничений есть высокий риск, связанный с тем, что реальные располагаемые доходы, я не говорю, что сейчас кого-то будут увольнять, не хочу нагнетать, то, что точно можно констатировать как, возможно, уже сбывшийся факт, связанное с тем, что располагаемые доходы у населения уменьшатся. Что это такое располагаемые доходы? Это количество денег, которое у вас остается после того, как вы осуществили основные траты. Вероятность увеличения зарплаты, она не очень высокая, а инфляционная составляющая и высокая процентная ставка центральным банкам, высокий валютный курс – все это, в конечном счете, приведет к удорожанию продуктов народного потребления, и количество денег, которое будет оставаться у вас после того, как вы купили обязательные предметы, становится меньше. В этом случае, когда имеется долговая нагрузка, становится неприятной, неожиданной. И поэтому здесь вопрос сокращения долговой нагрузки, каким образом это можно сделать. Это в любом случае стоит обратиться в банк за каникулами, кредитными каникулами, увеличить срок выплаты кредита. Основная задача – уменьшить ежемесячный платеж. То есть смотрите, каким способом это можно сделать. Уменьшение ежемесячного платежа. Сейчас уже банки новые кредиты выдавать точно не будут. Банкам при этом важно сохранить текущую ликвидность, чтобы заемщики не дефолтились. И поэтому раз в три месяца можете обращаться в свой собственный банк за каникулами, за реструктуризацией. Причем, когда мы говорим обращаться за этим, не с целью того, чтобы вам было комфортно его обслуживать, а с тем, чтобы, может быть, побыстрее закрыть тело кредита, которое непосредственно имеется. Опять же, произвести мы говорили, как гасить кредиты вот в этом видео. Посмотрите его, каким образом можно снизить стоимость обслуживания кредитом. То есть первое, что стоит делать, это снизить обязательные платежи, которые имеются по возможности. Это и переговоры с арендодателем, если вы арендуете недвижимость. Это переговоры с банками, если у вас есть кредиты. Это переговоры, я не знаю, если у вас дети ходят в какой-то платный садик. Ну, как вариант, сейчас банки предлагают ставку по депозитам в районе 20%. У меня там трое детей ходят к вам в школу, в садик. У меня есть на самом деле доллары. Я готов их продать или долларами расплатиться. То есть заплатить за год вперед. Но я просто прошу скидку 15-20%. Но для вас по факту ничего не меняется. Вы сейчас получите текущую ликвидность. Будете спокойно смотреть завтрашний день. При этом я получу скидку, и мне будет более комфортно. Я у вас как минимум на год останусь, вы знаете, никуда не денусь. Вы же эти деньги можете разместить на депозите под 20% и, в принципе, получить. Спросите. Не факт, что все пойдут. Не факт, что все сейчас пойдут. И это к вопросу о том, что нужно как минимум не то, что нужно. Попробуйте. Потому что лояльность будет все больше и больше. То есть клиенты будут уходить, потому что потребительская активность будет снижаться. А компаниям, соответственно, нужно выживать. Вы должны понимать, что у вас вот эти обязательные платежи через год увеличатся, но как минимум на 20%. Просто возьмите и посчитайте, что в этом случае произойдет с вашими кредитными обязательствами. Вариант номер два вообще по возможности продать. То есть может быть машина в кредит куплена, может быть квартира в ипотеку куплена. Я не даю сейчас однозначных рекомендаций. И не хочу, чтобы вы этого расценивали как однозначные рекомендации. Я говорю о том, что нужно сохранять положительную плавучесть. А это позволяет как раз таки, если вы понимаете, что это был какой-то потребительский кредит. Посмотрите, сколько бэушные автомобили стоят. Люди сейчас могут побежать к покупку квартиры, недвижимости. Если эта история связана с тем, что была какая-то инвестиционная сделка, еще раз оцените это адекватно. Если вы продадите автомобиль, купите там облигации федерального взаима с доходностью 30%, то какую альтернативную доходность вы можете получить. Вот это вот тоже важный момент. Третье, что очень важно, еще раз посмотрите на все свои активы. Вещи, которые вы не используете. Земельные участки, недвижимость, автомобили, яхты. По возможности разгрузить это. Разгрузить, продать, потому что в кризис самое дорогое является кэш. Надежный, дорогой, хороший кэш. Плюс появляется возможность купить какие-то хорошие альтернативы. Разве кэш сейчас надежный? Зачем это надо? Зачем доллары держать в кэше? Увидели, что когда действительно происходит кризис, то и облигации падают, и золото падает. Очень большое количество людей покупали акции американских компаний. Сейчас взяли и заблокировали. То есть российские граждане ничего не могут с этими акциями сделать. Просто потому, что не могут. Потому что в отношении России провели недружественные действия. И поэтому вот так вот мы тоже ответили. И что? Человек, у которого сейчас есть кэш, ну это очень хорошая история. Даже если в рублях? Даже если в рублях. Нужно пойти снять из банка? Нет, зачем снимать? Ну еще раз, я сейчас говорю, если у меня есть, допустим, кэш в рублях, я могу завести на брокерский счет и купить облигации федерального займа. 3-5 лет доходность равен 20-30%. А если мне понадобятся эти деньги раньше? Если понадобятся эти деньги раньше, нужно понимать, что облигации, они высоколиквидны. Они предполагают такое понятие, как накупленный купонный доход. Банки такую доходность дают на определенном сроке и, во-первых, только на срочном вкладе. И на очень коротком промежутке времени, до полугода, такую доходность можно получить. Если раньше забирают, что не выплачиваются. Хотя копилки там сейчас даже можно заранее забрать, но это узкое окно возможности. То есть мы в 2014 году видели, да, центральный банк повышает ставку до 17%. Банки поднимают депозиты до 20% на год. А через полгода центральный банк ставку снижает, а банки такие сидят. А мы еще полгода должны клиенту где-то обеспечить доходность 20%. Поэтому, если вы посмотрите, высокие ставки по депозитам предлагаются максимум на полгода. Больше 6 месяцев, да, там ставки значительно ниже. Там 10%, 8%, достаточно низкие. А в аппликациях вы можете для себя эту доходность зафиксировать на 3-5 лет, 7 лет. Если у нас будет доходность погашения там 20% годовых. Ну вот и посмотрите, 5 лет у вас деньги надежно размещены. А то, что сейчас все побежали деньги снимать в банкоматы, это как-то повлияет на банки? Что касается рублей, здесь я вообще проблем не вижу. Центральный банк может напечатать столько рублей, сколько нужно по требованию банков. Вот и все. Что значит напечатать? Что сейчас вообще поддерживают? Напечатать, это включенный печатный станок, печатают наличные деньги, увеличивают денежную массу. А разве так рубль не обесценится? Инфляция будет. Какая? Никто не знает, как много печатать будет. То, что происходит сейчас, никогда не происходило. Ну то есть, мы это видели в 2020 году, когда был ковид. И любые прогнозы, которые тогда строились, да, это такая, ну, пальцем в небо ткнуть. Потому что не было такого. Никогда не было таких санкций в отношении России. В принципе, в отношении страны, которая там экспортирует очень много природных ресурсов в мире, такого рода санкции еще не применялись. Технологии реализации санкций непонятны. И когда они закончатся, и при каких условиях они закончатся. То есть, это непонятно. Есть какие-то вещи, которые понятны, которые будут давлеть. И в этом случае получается, что нужно сохранять вот эту вот положительную плавучесть. Когда у вас очень высок объем обязательств, и вы ничего с этим сделать не можете, а при этом у вас располагаемые доходы падают, вы находитесь в зоне риска. Да, там, я не знаю, машину, которую ты купил в кредит, она тебя радует. Да, ты понимаешь, что если ты сейчас ее продашь и кредит закроешь, ты ничего нормального, толкового не купишь. Но на самом деле, у меня очень много примеров таких, да, когда люди говорили, да ничего страшного, в крайнем случае я там сдам ее в аренду. Ну, то есть, обратная ситуация была связана с тем, что у человека была недвижимость. И он тоже говорил, да, фигня, война, главное маневры. То есть, снижу ставку аренды в два раза, да, все останутся, никуда не убегут. В итоге, что произошло? Кризис, арендаторы ушли, снижение ставки аренды в два раза не помогло, потому что просто компании закрылись, да, и не могли арендовать. И налоги. Налоги на имущество, которые просто задушили. Человек просто обанкротился, несмотря на то, что владел недвижимостью, стоимостью, там, 3 миллиона долларов. Все, финиш. Нет, распродал все активы и еще должен остался. И здесь примерно такая же ситуация, да, то есть, вы можете за что-то держаться, но вы должны понимать, что очень важно сохранение положительной полаучести и свободы. А разве сейчас вкладываться в стены не самое безопасное? С какой целью? Ну, то есть, если стоит вопрос улучшения жилищных условий, вот сейчас как вкладываться? Деньги, рубли вкладывать в бетон с целью инвестиций? То есть, у вас есть квартира, есть деньги, и вы покупаете еще недвижимость. Потому что вы думаете, что будет высокая инфляция. Окей, хорошо, вы это делаете. То есть, что вы рассчитываете? Вы рассчитываете на то, что эта инфляционная составляющая проведет к росту цены на недвижимость. А дело в том, что цену определяют рыночные законы на спрос и предложение. Цена на квартиру может вырасти. Да, потому что себестоимость ее строительства увеличилась. Выставляете цену, и что в итоге мы получаем? У людей должен расти располагаемый доход. А у всего населения из-за инфляции располагаемые доходы сжались. Ипотеку по 20% они взять не могут. Да, какая-то часть субсидируется. Вопрос, какая часть субсидируется государством и насколько субсидируется. Своих собственных денег недостаточно. То есть, если вы рассчитываете купить сегодня по одной цене, а завтра, допустим, продать эту недвижимость на 20% больше, потому что инфляция 20%, у вас должен быть сопоставимый спрос. Вы же не один так думаете. Вся же толпа так думает. И вся толпа начинает покупать недвижимость в расчете на это. И в итоге все покупатели, и через год, через два мы оказываемся в ситуации, все накупили этой недвижимости. Все, покупатели кончились. От слова совсем. Ставки по ипотеке высокие, располагаемые доходы не растут. Людям при текущих зарплатах накопить просто нереально. И все эти покупатели, которые сейчас купят, это будет вот... То есть, это все равно, что вы пришли на рынок, и на рынке одни продавцы с огурцами. То есть, вы пришли на рынок, приходите на рынок, все стоят продавцы, все с огурцами продают огурцы. А у вас еще дома своя теплица, и тоже через два дня свои огурцы будут. Значит ли это, что недвижимость подешевеет? Вторичное, да. Просто нужно понимать, что здесь работают рыночные законы спроса и предложения. И в ситуации, ну, если бы я был, да, там, не знаю, каким-нибудь регулирующим органом, мне там обрубили, не знаю, возможность продажи нефти, других природных ресурсов, а мне нужно пополнять бюджет, я буду задумываться над налогами, да. Ну, если, дружище, ты живешь в своей квартире, если у тебя есть еще в инвестиционных целях 2-3 квартиры купленные, да, ну, это фактически твой капитал, с которого можно там попросить налог. И то, что мы наблюдали, да, там, если у тебя есть квартира, 50% льгота какая-то, да, ну, 50 квадратных метров, а со всего остального имущества, дружище, будет любезен, там, платить какой-то налог. Просто будут эти лимиты увеличивать, да, и будут очень активно шерстить в плане том, что, ну, это то, где можно взять деньги, где можно увеличить налоговое время непосредственно. Потому что тебе все равно доходная часть бюджета значительно выпадает. У нас были льготные процентные ставки, у нас был и так рост цен на недвижимость достаточно ажиотажный. И вы сейчас оказываетесь в ситуации, когда ставки по ипотеке выросли, там, в 2-3 раза, когда цены и так находятся уже на высоких значениях, да, потому что спрос значительный был из-за низких процентных ставок. А сейчас процентные ставки увеличатся. Кто будет покупать? Весь отложенный спрос, какой был, он и реализовался. И вообще, в принципе, в кризис, там, 98-го года, 2008-го года, то есть, как ведут себя цены на недвижимость, то есть, сначала идет некий такой всплеск, как это происходит. Люди боятся, у них есть деньги. Они прибегают в банк, в банке доллары там продаются вот с такими спредами, да, они говорят, ладно, все, доллары покупать не буду, пойду недвижку куплю, недвижка уж не упадет. И, опять же, вот этот ажиотажный спрос, по сути, очередь на покупку. Цена, естественно, начинает расти. Цена вырастает на недвижимость, люди, соответственно, ее покупают, и сделки отменяются, цены пересматриваются, да, то есть, продавец начинает переживать, что он дешево продаст, а, может быть, переставит цену. И кто не жадный, как бы успевает продать недвижимость. Жадный начинает переставлять ценники, постоянно переписывать, вслед за курсом доллара. И какие-то вещи сначала для покупателя приемлемо, потому что он тоже боится, да, то есть, доллар начинает расти. Он говорит, ладно, давайте уже, уже давайте подписывать, выходить на сделку, вот вам деньги. А потом, в определенный момент, спрос начинает схлапываться. Ну, то есть, его недостаточно. А продавцы продавать задешево не хотят. Но они же видят курс доллара, они же видят инфляцию, да, и они все эти риски тут же закладывают в цену. Покупателя нет, и говорят, ничего, придет, подождем. В итоге стоят, 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 и цены получают такой скачок, в проделах 10-15%, и плато занимает. И вот на этом плато все стоят. То есть, покупатель уже не может по такой цене купить, и он не может взять ипотеку такую дорогую. Априори. Выжигается спрос. Продавцы продолжают держать цены. К нему приходят, а он не понимает. Он говорит, ну, ты не купишь завтра. У меня неделю назад за один день 10 человек позвонили, готовы были купить. И вот такое вот мышление, оно работает. Жадность, да. Спрос становится все меньше, все меньше, все меньше, все меньше. И возникает вот такая ситуация обычно, там, через полтора-два года после кризиса, когда покупать готовы значительно дешевле, только со скидками, там, в 20-30% от максимальных значений. А продавцы не готовы таких скидок давать, или хотя бы они делают незначительные скидки в пределах 10%. Но даже при таких условиях покупатели все равно не появляются. И потом это как некая лавина такая, да. То есть вот этот вот навес предложения, он как бы висит, 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 висит. Сделки не проходят. Все больше и больше появляется экспозиция, все больше и больше выставлена цена, ну, недвижимости на продажу. Покупать или нет. И законы спроса и предложения начинают срабатывать. Потому что человек, ну, он в инвестиционных целях эту квартиру купил. У него же депозиты все закончились, да, его с работы уволили. Ну, просто возникают некие такие разовые какие-то сделки, когда начинают люди отдавать с дисконтом 20-30%. И сначала они идут между собойчики такие, между риэлторами, знакомыми. Эти сделки, они в рынок не попадают. А потом, уже со временем, да, они начинают носить массовый характер. И я пока еще не видел, чтобы в России это происходило. Но как только эти сделки, и мы видели, как это происходило в Соединенных Штатах Америки, как только такие сделки начнут вываливаться в рынок, в публичное пространство, ну, это как карточный домик, он непосредственно схлапывается. А стоит ли воспользоваться повышенной процентной ставкой от государства по вкладам? Ну, я уже рассказал про облигации федерального займа. То есть, отыгрывание процентной ставки, они подешевеют. То есть, когда процентную ставку поднимают до 20%, то до 20% должна вырасти доходность облигации. А вырасти она может, так как у тебя ставка купона 10 рублей неизменно, только в том случае, что облигация тогда должна упасть на 50%. И так случилось? Ну, пока еще не случилось, я думаю, так случится. То есть, что мы получаем в этом случае? Если у меня есть миллион рублей, я размещаю миллион рублей и покупаю облигации с 50% от номинала. И ставка остается 20%, то есть, я получаю тогда на каждый вложенный 1 миллион рублей, я получаю 200 тысяч рублей в год купонов. У нас постепенно уходят геополитические риски, и Центральный банк понижает процентную ставку до 10%. То есть, у меня доходность облигации, соответственно, должна упасть. А упадет она только, если она снова будет стоить 100 рублей. То есть, что я получаю? Если Центральный банк быстро не опустит процентную ставку, я буду просто в следующие 3-5 лет получать 20%, 200 тысяч на каждый вложенный миллион. В случае, если Центральный банк в следующие 5 лет опустит, допустим, процентную ставку снова до 10%, мало того, что я на вложенный миллион получаю по 200 тысяч рублей, у меня еще эти облигации вырастут с 1 миллиона до 2 миллионов. За 4 года за счет купонного дохода раз сделаю двоение, за счет падения доходности облигации еще сделаю 100%. Итого у меня получается за 4 года 1 миллион рублей – это купонный доход, и 1 миллион рублей – это изменение стоимости самой облигации. Итого получается 2 миллиона сложных миллионов. И тогда у меня возникает вопрос, верю ли я в то, что курс доллара при прочих равных условиях со 110 рублей вырастет до 330 рублей при нефти 130 долларов за баррель. И это пример с облигациями с фиксированным доходом. Если приметить значение к акциям, да, конечно, чистая прибыль у очень многих компаний уменьшится, кто-то от дивидендов откажется, но это сейчас в моменте. Опять же, экспортеры без палладия, мировые производители никуда не денутся. Без титана они будут покупать. Да, может, они не будут напрямую покупать в России, будут через прослойки какие-то торговые делать. То же самое касается газа, то же самое касается нефти и нефтепродуктов. То же самое касается металлопроката или углей, как сущихся. Может быть, я чрезмерно оптимистичен, но опять-таки в моей картине мира, когда это все диверсифицировано, когда у меня по-прежнему остаются, как я говорил, и доллары остаются, и подушка безопасности остается, и я просто перераспределяю то, что упало меньше, в то, что упало больше. То есть кэш у меня сейчас чрезмерно много по сравнению со стоимостью активов, которые можно размещать как в облигации, так и в акции. А какие риски нас еще могут здесь поджидать? Не будет вторых 90-х? Риски прилетают с той стороны, которой ты не ждешь. То есть я не мог предсказать, что в принципе будут просто элементарно заблокированы золотые валютные резервы Центрального банка России. Событие все равно будет неожиданным. Вы можете гипотетически мыслить, что может быть, но оно все равно для вас будет неожиданным. И вопрос в том, что подготовленным инвестор и человек финансово самостоятельным единственное спасение – это диверсификация. То есть риски по-прежнему присутствуют, но концентрация этих рисков, в целом размытая по всему портфелю, один другой нивелирует. Вместо того, когда человек выбирает что-то одно. Я знаю, есть адепты индексного инвестирования. Вот чисто индексное инвестирование на американских площадках через американского брокера. Все, блокернули. То есть человек просто поверил этому человеку. То есть в Америке инфраструктура защищена. При этом приходят и говорят, а давайте мы у олигарха все деньги заберем. И у россиян тоже. И ты на это повлиять никак не можешь. Все, блокернули ВТБ, и тебе даже дивиденды, если ты будешь уводить у иностранного брокера, просто эти доллары не отправят. А есть что-то, от чего нужно отказаться сейчас, избавиться? Отказаться от долгов, от высоких трат, от того, что требует высокой стоимости обслуживания. У каждого это может быть свое. Что много забирает от денежного потока просто элементарно на обслуживание. Избавляетесь от чего-то тяжелого, что вас не дает возможности вырваться. Вот эта вот тяжесть, которая тянет, как правило, это кредиты. С другой стороны, вы повышаете свою собственную потребительскую ценность. Как вы можете помочь своему работодателю? Как вы можете быть более эффективным? Как вы можете быть более продуктивным? Какие дополнительные обязанности, функции вы можете взять на себя? Потому что человек все равно будет задумываться об оптимизации. Даже если вы работаете на кассе, говорите, я готов взять еще что-то, и другое дело, когда другой сосед, коллега, сидит и трясется, лишь бы меня не уволит. И здесь, соответственно, возникает вопрос, кого в конечном счете будут оставлять? Ну, наверное, на этом все. Понятно, что не все вопросы раскрылись. Мы будем еще обязательно записывать. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, обязательно подпишитесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok